сегодня мы с вами порисуем сегодня займемся графикой нам потребуется для этого несколько приспособлений первое приспособление это вот такая доска с прижимчиком обязательно и вот такой черный картон который ну вот можно купить именно не бумагу а картон толстенький который можно купить вот пачечкой такой вот нам понадобится вот такая вот тряпочка для того чтобы руку держать вот так чтобы не запачкать картон нам понадобится белая сепия вот такие палочки белой сепии и нам понадобится лезвие вот они лезвие чтобы точить эту белую сепию на что-то вот на такую же тряпочку точим белый белую сепию до остренького состояния и то чем два простых карандаша тоже до остренького остренького состояния сейчас вы поймете для чего так кто у нас сегодня учитель у нас сегодня учитель питер брейгель вот спечатываем немножко рисунков и живописных кусочков в черно-белом варианте спечатываем те которые нам нравятся мне нравится сейчас данное время это взять у питера брейгеля урок по перепутыванию и перекручиванию человеческих фигур вот посмотрите сколько здесь раз два три 4 5 фигур в танце или в движении перекручены между собой вот и образуют вот такой как ты рельефный рисунок светотеневой мы сейчас его не будем исполнять а вот какой исполним вот этот мне нравится кусочек из его какого-то произведения живописного да мы просто спечатали с володей а4 на простой бумаги перекручивание раз два три 4 5 6 7 фигур и интерьера здания или экстерьера в общем-то хочется попробовать у нашего учителя через 700 лет после того как он это сделал попробовать поучиться движению от одной фигуры другой от двух фигур к третьей от трех фигур к четвертой и так далее завершающий хоровод переплетения а вот еще одна фигура восьмая на восьмая фигура посмотрите какой хоровод да он перекручивает между собой и сразу видно о чем он говорит посмотрите мальчик с девочкой идут да еще боятся взять за ручки а мужчина с женщиной уходят вдаль истории уже пожилыми и они перекрутились между собой вот ну вот еще тоже кусочек который плохо видно но мне это очень нравится когда мальчик перекрутился с деревом вот дерево так и вот голова мальчика вот рука вот ноги перекрутились с деревом там где дерево имеет вот эту вот рогатину на которую мы всегда наступаем а шапочка его падает надо более отчетливо один раз взять сфотографировать и попробовать нарисовать такого а пока мы займемся вот этой вот сценкой и нам еще понадобится обычная черная копирка вот она на через которую мы карандашиком передавливаем на картон вот этот рисунок передавливаем вот я уже передавила его да это механическая работа которая которую надо сделать иначе вы не сможете понять действия мастера ну что начнем вот если вам не видно то мне видно четко передавочку и я вот уложу вот так вот упираю кстати не очень хорошо мне видно передавочку а вот так вот видно при определенном угле да надо у меня надо угол составить или как свечу падал хорошо это будет видно свет у нас идет себе программируем что свет идет слева да вовочка я так не вижу мне надо будет может верхний свет а ну попробуй включить верхний свет может я буду четче видеть о да при верхнем свете более четко видно так но меня интересуют только фигуры я не буду интерьер рисовать хотя можно конечно так не вот как мне надо держать его так мне надо здесь что-то подставить гранату подставлю ну что начнем вот с этой фигурки которая с которой все начинается и она на заднем плане а мы с вами отчетливо понимаем что мы запрограммировали себе освещенность слева и вот фигурка вернее голова отражается в доске можешь ли черный передвинуть влево или сама чуть-чуть сдвинуться вправо вот так а то будет бликовать на доске нашим зрителям будет здесь вот какой-то такой чувачок похож на шарлока холмса и даже шапочка так то есть мы идем сепией только по свету соблюдая сейчас одену очки которые о увеличат мне хорошо можем знаете как вот как можем сделать тогда еще лучше видно так просматриваем где брейгель делал больше освещение и чтобы эта шапочка четко было как у брейгеля до нос и и даже ротик видно убираем убираем убирать там все оттуда так и вот здесь вот такая вот знаете полу шапочка полукаска и и вот здесь на скуле свет основной так вот там голова пошла дальше пошел мужчина который бежит и вперед руку вытягивает сейчас мы пойдем значит первым делом этого мужчины дадим лицо прям возьмем закрасим питер брейгель он был мастером декоративного пятна мы словами в вене очень посвятили один день полностью провели с питером брейгелем на ну с его работами на выставке и конечно мы очень много у него научились потому что мы не просто там гуляли по выставке всех его работ в каком-то по моему двадцать первом году мы были там или двадцатом короче говоря мы у него набрались столько знаний начиная с цветового цветовых предпочтений и заканчивание и заканчивая композиционными размещениями в его картинах много делали цитат особенно мы процитировали большую работу работа работа маленькая но очень или это большая работа вова была день святого мартина да там где пили большая работа мы процитировали ее кусочек композиционного центра фрагмент и это заняло очень много часов 28 часов цитаты живописной цитаты а сейчас что-то захотелось графические попробовать как питер брейгель работает так и вот прям заходим и понимаем как он это делал и пытаемся север восток запад юг как бы в разные стороны понимать как действовал наш учитель так конечно рисунки такие вы должны выбирать свои которые вам нравятся и художника вы тоже должны выбирать своего который вам нравится ну допустим если вам нравится сезан то с ним можно поработать по-другому изучая его композиционный строй как он действовал так вот больше всего хочется у питера сейчас узнать у питера брейгеля так называемый метод переплетения вот я хочу узнать как один человек цепляется за другого и и как вообще у самого человека идет переплетение рук туловище ног рук головы вот 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 видите я вот такого нарисовала мужчину который имеет вот такой фантазийный головной убор а потом у него идет вот здесь рубашка такая подпоясанная видите мы действуем зная уже зная анатомию человека и зная во что он одет нам надо еще узнать как руки будут вставляться в торс значит первым делом торс работаем и мы знаем что рука это цилиндры сплошные цилиндры вот мы работаем как по цилиндру идем не просто закрашиваем а осознанно идем чтобы показать людям это цилиндры так и вот рубашка видите она идет с падающими тенями значит мы сразу обозначаем падающие тени мы их передавили на всякий случай да чтобы показать движение да этой ткани и вот старайтесь к сепии относиться так же как как в реле то есть если вы сделали правильно то уже дальше не пробуйте еще раз на этом месте что-то делать здесь можно посильнее нажать и опять же здесь завершение рубашечки по овалу так можем эти темные складочки чуть-чуть пройтись по ним да чтобы они не были такими раскрашенной географической картой вот у нас для этого и отточенная сепия чтобы мы показывали по какой объемной территории мы идем в данном случае мы идем по цилиндру плеча и по цилиндру предплечья еще хорошо и анатомию изучать так пришли мы на смотрите на что мы пришли на руку мужчины пясти фаланги пальцев и большой пальчик намек то есть мы не должны просто механически раскрасить взять этого передавленного человечка а мы должны ээээ людям все таки показать что мы знаем анатомию этого человека так вот отсюда пойдет вот от этого человека пойдет второй человек давайте мы где-то соединим немножко мы не должны знаете просто голова и все вот так посоединяйте и пошли дальше рубашечка пойдет вот вот где-то здесь еще вторая рука пойдет вот она вторая рука он типа держится за пояс пястие здесь будет только видно и вот смотрите нам придется все время зачищать наш соус потому что он тупица а нам надо чтобы он был остренький то есть сепию нашу сепию и мы нашли как-то она по-другому называется если она белая да нам Нона сказала Вова как она называется по-другому в Европе мы вам потом ну это в Германии там может она так рядом с вами должна быть чашечка кофе гранат гранат для того чтобы отбиваться нет упирать упирать доску для того чтобы ну или яблоко для того чтобы она была все-таки под небольшим наклоном пошли дальше так вот его сейчас я посмотрю где тут рукав вот рукав идет вот значит вот здесь вот плечо пошло давайте мы изменим направление покажем как рубашка идет и как вставляется она плечо между рубашкой и плечом будет маленькая падающая тенька или просто тенька у них видите такие рубашки были объемные вот этот треугольничек конечно посветлее надо сделать там где его под горлышком и конечно если мы найдем где-то переплетение я вам сразу буду говорить да вот оно уже смотрите как в торс в торс вставляется рукав рубашки его надо посветлее сделать вот видите мы сразу с вами и можно и баловаться еще с тем что мы меняем направление грифеля то есть мы конечно могли как это сразу по заливать просто и все но нам же хочется понять как светотень идет еще и как переплетение идет то есть мы должны посмелее действовать немножко так а вот здесь идут уже вот такие складочки здесь запястье у нас идет и посмотрите какие складочки остренькие идут да поменяла направление ткань можно спокойненько закрасить ее но понимать что вот это идет к локтю так а здесь уже тенька будет вот она рука которая держится за пояс и возможно там на поясе давайте мы пальчик один вот так вот большой пририсуем как чтобы не было знаете просто культя так так типа держится за пояс немножко подправим есть такое дело пошли дальше пошли дальше пошли дальше вот под рукой пошел такой поясок читается вот так так тоже можно рубашку немного тоном взять чтоб она не была знаете просто белое и черное и потом пошла вот эта заниженная талия рубашки это такой как платьица у них идет и вот здесь какой-то как карман у него идет дата видно для того чтобы хранить деньги посмелее буду идти так вот сгиб туловища до его здесь еще такой пойдет как бы как бы еще один слой одежды вот мы потом его сделаем а сейчас пока пойдем на бедро вот бедро пошло давайте посмелее сделаем свет на бедре кто такое бедро это самая большая кость человеческого организма сама длинная и самая устойчивая так под коленкой начинается голень под коленкой голень начинается так вот что-то мне вот так хочется сесть нормально голень и он не знаете такие есть подвязочки под коленкой вот так это 16 век 1500 там какой-то год поэтому мы будем цитировать их одежду спокойненько получать удовольствие от этого вот у них такие гольфики светленькие чуки чуки пока не доберемся до лодыжки вот давайте вот лодыжка и вот вдруг пошел ботинок давайте мы ботинок не будем рисовать знаете а просто его а вот так обведем и вот пятка все вот там где нам не хочется сильно ну и допустим если он темный да то мы можем вот так только верхушечку его сделать объем чеком и каблучок вот так все вторая нога давайте смело еще светлее не забывайте под кофта и сделать падающую теньку то есть оставить ну лучше конечно поперек поперек все цилиндры поперек работаем до коленки добираемся так до коленки добрались и потом видите бежит дальше ножка бежит представляете сколько он набросков поделал с этих фигурок он переодевался в крестьянские одежды и ходил на праздники крестьянские чтобы его не узнавали и делал набросочки себе как это он умудрялся чтобы никто не видел что он делает набросочки видно это было принято можно было рисовать спокойно сидеть и он научился рисовать человека в движении потому что он очень много следил как они танцуют как они обнимаются как они кушают как они друг друга угощают ну такие вот деревенские праздники он очень любил и превращал это потом в огромные перекручивающиеся композиционные схемы вот смотрите вот какой вот он какой моего он черный а мы его просто возьмем и вот так обкрутим смотрите что происходит не хочет сепия брать территорию копирки видно копирка какая-то и посмотрите какой этот ботиночек маленький а какой этот большой то есть он прекрасно знал что такое перспективное удаление давайте вот вот это чулочек белый идем по цилиндру вот так вот так иначе если мы просто раскрасим человек не сможет понять что это вот смотрите вот первая фигурка есть и вот я теперь думаю стоит ли нам стоит ли нам рисовать интерьер времени нет на интерьер поэтому будем рисовать кусочки интерьера рисовать только между фигурами с вашего позволения иначе если я начну здесь это все раскрашивать у меня не хватит времени так пошли-ка мы знаете на какую фигурку ай сейчас глоток кофе на самом деле надо уметь и расслабиться после рисования да допустим вот так вот так вот немножко микрофон ничего-ничего вот так немножко растянуться в разные стороны позвоночничек вот так вот так и пошли дальше то есть надо тело свое приводить в порядок и пошли следующую давайте подточим опять наш карандашик сепики вот так получаем удовольствие от того что мы берем правила у нашего учителя 700 лет назад он уже все знал посмотрите как он какой он был труженик и как он удивительным образом стилизовал человеческую фигуру так ну что давайте пойдем с вами на мальчика с девочкой вот они так давайте мальчик давайте лицо мальчика тоже да вот у брегеля оно просто вот как будто блинчик знаете как это когда мы блины печем и делаем из них дырочки для глаз и для носа и для рта вот на такой блинчик похож этот мальчик а мы с вами немножко придадим ему как вам сказать красивости да мы же знаем что вот здесь надбровные дуги вот здесь нос идет так вот здесь идет скулочка так мы это передавили но хочется немного понять это лицо тяжелый подбородочек так второй глазик уже пойдет в теньку вот так видите он этой девочке он что-то говорит типа бежим со мной бежим со мной и у него есть шапочка а похоже на еврейскую тюбитеечку но так с сдвинутым конечно это все голландское и вот мы с Вовой всегда думаем почему нас поселили сейчас в 2022 в 2023 году в прекрасном месте Германия мягко переходящая в Голландию почему потому что здесь именно дух наших учителей Брегеля Рембрандта Вермеера ну и Италия здесь недалеко да поедем поедем к Рафаэлю поедем к Микеланджело вот и конечно здесь недалеко знаете что скажу вам здесь недалеко Лувр вот кто нам нужен в Лувре сконцентрирована вся драгоценность живописная какая только есть на земле самые драгоценные произведения искусства живописные находятся в Лувре мы это уже поняли и поэтому у нас скоро будет переезд в Париж да мы будем находиться рядом с Лувром у нас будет выставка в Париже и вот там мы и как сказать вдохновимся уже полностью от наших учителей так вот там вот я немного все-таки мне придется пойти на интерьер чуть-чуть пойду на интерьер потому что так у Брегеля так вот здесь вот вторая второй рукав это одежда вот того мужчины который на заднем плане вот он и мы ее немного процитируем потому что иначе мы не сможем соединить эти фигурки между собой хорошо придется интерьерчика немножко взять по тону если мы уже цитируем так цитируем так не забывайте подставлять драпировочку льняную тоненькую драпировочку для того чтобы не запачкать картон цитируем там кусочек интерьера сколько мы уже работали с рисунками Рафаэля снятия со Христа помните какой наш любимый рисунок который мы цитировали и в работах живописных в натюрмортах сзади да и графическим образом изучали рисунки старых мастеров леонардовских очень много рисунков изучали и вот когда мы изучаем рисунки мы рисунки старых мастеров мы повторяем подвиг Рафаэля а знаете его подвиг какой был ну гуляя по Флоренции он забрел в чью-то мастерскую художественную и увидел множество рисунков которые его очень сильно вдохновили и возможно даже как бы наставили на путь истинный что он художник он их как бы как это сфотографировал глазами потому что все великие художники имели очень сильно очень сильно развитый как бы центр запоминания да как называется фотографическую память да он их сфотографировал и теперь посмотрите это оказалась мастерская Леонардо да Винчи и посмотрите как рисунки и композиционные хода рафаэлевских Мадон похожи на Леонардовских у всех горообразная композиция у всех овальное съезжание вниз и укрепление на земле у всех сзади пейзаж с горами то есть ну стырил стырил у Леонардо или если не говорить стырил то вдохновился да вот так же как мы с вами сейчас вдохновляемся и заодно просматриваем как там мыслил да как мыслил человек потому что если мы идем по его рисунку мы понимаем ход его мысли кусочек интерьерчика там я видишь Вова не хочет нажимать там где была копирка значит представляешь копирка свое движение сделала нажатие какое-то из чего там копирка состоит так хорошо пошли дальше наметили мы движение давайте ладно наметим здесь небольшое движение просветов вон они там идут сзади как типа доски или интерьерные какие-то просветы вот так можем просто ну что пойдем-ка мы дальше мальчик 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 в черную одежду одет поэтому и мы его окружаем светлыми такими кусочками и вот его рука пошла смотрите запястье большой палец пошел вот он что-то он этой девушки показывает идем со мной да и потом фаланги пальцев вот они пошли и посмотрите как он стилизовал этого мальчика под такого маленького мужичка он знаете бреги знаете что сделал он все-таки их фигурки эти не по золотому сечению семь голов да как у леонардо он их уменьшил наверное пять голов но таким образом что сделал он таким образом стал похож на самого себя он решил что крестьяне которых он рисует должны быть немножко ближе к земле так скажем так сзади находится рубашка дядьки который обнимает пожилую женщину то есть они уже давно вместе и вот этим вот этой своей рубашкой смотрите что он делает он поджимает лицо мальчика и его одежду поэтому мы можем вот здесь вот понять как темное работает рядом со светлым вот смотрите вот 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 и потом нежно переходит в серый цвет то есть более спокойный цвет так вот здесь у него какой-то кошелечек висит видно этот мужчина который обнимает женщину он богатенький нажил денежек за свой век так хорошо пошел мальчик главное вот он пошел и у него вот здесь небольшой рефлекс от этой рубашки мужчины так как бы нам так сделать чтобы он смеялся этот мальчик Брейгель любил с юмором относиться ко всему что он видит так шапочку соединяем со светом головы и даже волосы вот здесь у мальчика все-таки есть делаем надбровные дуги надо было тоже потемнее ну ладно ну что девочка в такой шляпке которую только можно было в Голландии найти похоже на торшер ну очень крутая давайте и эта шляпка видите как видно у нее было что молодая девушка не должна была показывать лицо свое скрывалась не было же черных очков не было валик не было ничего такого что накрывает лицо девушки а вот такая шляпка попробуй туда загляни красивая или некрасивая вот он пытается у нее получается ну он пока сейчас сейчас посмотрим что куда он ее тянет так вот изнанка шапочки вот изнанка шапочки давайте мы сразу понимаем кто такое какая-то шапочка это усеченный конус а вот здесь у нее идет как бы как такие ушки так а возможно что это не шапочка а как у них знаете как вот у монашек выстраивались такие накрахмаленные драпировки на голове вот эти накрахмальные драпировки выкладывались каким-то архитектурным образом очень интересным и даже вот посмотрите вот здесь видно как завернут этот накрахмаленный лен белоснежный лен вот вот он завернут вот лицо ее конечно глаз не видно а зато виден носик так носик ротик открытый сейчас мне надо немножко залезть вот сюда а то я уже так нос нос секундочку так и вот намек на то что там есть глазик и ротик маленький открыт видно она ему что-то говорит так вот они маленькие видно что это подростки или дети лицо 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 вот оно шар шар отлично никогда не пытайтесь лицо человека сделать совершенным да и портретом каким-то у брейгеля такого нет он показывал человеческое лицо но с эмоцией допустим эмоция смеха или эмоция крика или эмоция грусти так а вот здесь вот идет шея в темноте а вот здесь идет такой фартушек беленький давайте беленький фартушек идет и вот на грудь пошел а мы с вами прям идем и понимаем как закручивается этот фартушек вот так вот так вот так посмотрите как да идет хорошо это все движение вот и после фартушка начинается вот он знаете такой как слюнявчик тоже видно из какого-то беленого льна такой фартушек давайте вставим да ну давайте торс давайте торс сделаем торс потемнее чуть-чуть потом вот здесь идет светлое вставление рукава вот оно очень даже светлое такое а платьица такое полусерое да значит мы можем немножечко пройтись не забывайте падающую тень делать от фартушка даже если у брейгеля нету а мы все равно знаем что там должна быть отступите немножко от фартушка вот и мы к талии добрались к талии вот оно давайте сначала вставим вот тот рукав мы понимаем кто такой тот рукав это цилиндр скопище цилиндров идем сначала вот до локотка и вот сюда вниз 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 есть а теперь несколько складочек и предплечье сначала плечо было можем здесь посветлее немного сделать плечо потому что у нас свет слева вот до фартушка не дотрагиваемся чтобы вставить это плечо то есть мало копировать мастера надо быть подготовленным надо знать как вставляются цилиндры друг в друга в данном случае мы рисуем вставление в цилиндр торса двух рук вот правая рука пошла давайте вниз идем видите по цилиндрам идем вниз так и вот ее рука как что она ему этой рукой показывает ну вижу она вот пальчики ее давайте вот указательный а она от него денежек просит а вот три пальчика большой безымянный и мизинчик видите она вот так она вот так давай деньги мне говорит иначе не пойду с тобой гулять в лес то есть то есть видите вот если бы мы не увидели этих рук мы бы не поняли что происходит а он вот я второй руки его не прослеживаю но скорее всего что у вас здесь есть какой-то кошелечек давайте нарисуем этот кошелечек который понадобится для того чтобы завлечь девушку на прогулку вот так нарисуем кошелечек здесь я подозреваю что что-то нарисовано но нету тонального понимания вот а она говорит так 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 видите это называется портрет еще один портрет по портретам не понимаем а по рукам понимаем вот он сейчас достанет из этого кошелечка пару копеек ей даст на цветы да так отлично дальше пошел давайте сначала второй фартушек низ вот здесь манишка есть а вот здесь внизу есть смотрите под талией белый белый просто раскрашенный белым фартушек вот он но мы с вами все равно его сделаем уходящим на нет потому что просто раскрасить нам неинтересно ох вот какой он видите какие акценты дает брегель переходя от белого к белому сейчас мы еще там сделаем переход небольшой там есть кирпичики где они там бегут по какой мостовой и постоянно он действовал посмотрите остренькими заканчиваниями посмотрите какой остренький идет геометризированный фартушек да это трапеция такая такая вон она так а чтобы а чтобы от этого белого к этому белому перейти сейчас вот здесь вот подожмем тут его ну как бы он вот так бежит да хотите сделаем предположение что это ножка его бежит да вот так небольшое предположение сделаем вот так но в основном вот кто выдернутые солнечные лучи которые на брусчатке может быть брусчатка там да где они там бегут то есть здесь еще и экстерьер да кусочек улицы они выбегают из какого-то ну заведения да кафешка там раньше называлась по-другому как назывались вова раньше таверны да там ну они там и знакомились в основном когда пили пиво кушали так и вот вот такая вот пошла бежуха и заодно она отработала его ход вот как он бежит вот вот здесь еще вот что есть вот что есть который подожмет подожмет кусочек таверны так или это кусочек одежды того дальнего мужчины который там их выпроваживает самого хозяина таверны ну что поиграемся вот раз мы уже начали рисовать где они там бегут то у них и вот здесь есть такое движение света на земле так движение света на земле так уже понимаем что мы рисуем землю поэтому здесь можно в разные стороны работать вот так вот да как типа падающие солнечные пятна на земле булыжнички здесь можно видите сколько мы начинаем понимать что здесь происходит сейчас мне надо подточить беленькую сепеньку беленькую сепеньку так готов кофе сейчас уже идем на заканчивание посмелее будем двигаться так фигурка фигурка вот здесь мне надо кое-что сделать некую геометризацию которая поможет первому мужчине оказаться еще и в плаще в черном так так кусочки окружение то есть как мы рисуем черное да мы его окружаем серым и это черное остается картоном а о я же вижу здесь кое-что здесь оказывается кирпичная кладка вот она идет кирпичная кладка пошла то есть ну дом вот здесь даже есть смотрите облупленная штукатурка видите когда близко я приближаюсь к пространству я могу понять что здесь происходит следует за мыслью мастера облупленная штукатурочка и вот они пошли смотрите кирпичики кирпичики вот они знаете как рисуются кирпичики да такие да можно можно немножко парочку кирпичиков взять это тоном вот так тоном и пошли опять на фигурки так вот еще что нам надо с вами сделать вот здесь вот посветлее сделать как он наступает на землю и тогда башмак спокойненько получится темным вот он давайте мы обкружим башмак таким сереньким цветом сереньким цветом ну да они же не как это не летят по воздуху значит надо сделать кусочек стены и кусочек земли так 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 я сейчас продолжу девочку давайте вот здесь вот вставление в торс второй руки вот плечо ее да и мы уже спокойненько с вами знаем что надо добраться до локоточка а после локоточка немножко направление изменить на предплечье мы знаем да что рука состоит из плеча предплечье запястье вот мы ломанулись на запястье и посмотрите какой умный да Питер Брейгель да он по овалу соединяет по четкому овалу соединяет платье да запястье и посмотрите в каком она состоянии она немножко здесь этой рукой она просит деньги а вот эта рука у нее в смятении посмотрите как растопырены пальчики ну сначала запястье да вот запястье теперь пястье так а потом посмотрите указательный прям в истерике да средний в истерике пальчик безымянный то есть она вот так вот так напряжена у нее рука а мизинчик вообще вот туда убежал то есть ну по руке можно судить что она ну как вам сказать почти что категорически против что что ее хотят увезти куда-то по какому-то поводу вот платьица когда мы платьице рисуем мы от фартушка сделаем небольшую падающую тень не приближайтесь близко к фартушку и вот сразу же смотрите такими складками идет платье и оно уже не белое оно уже серенькое вот это такая крестьянская одежда знаете какой-то лен такой знаете тяжелый вот и вот вот этот треугольничек обязательно смотрите который под юб под фартушком идет вот он тоже показывает если все здесь круглое круглое то из одежды он делает настоящие паруса вот знаете когда парус вздутый то есть идут геометрические тела ну ромбы трапеции треугольники очень заостренными углами смотрите то есть ну что хочу сказать что он балуется с геометризацией то круглой то очень заостренной и это ну как бы интерес к композиционному строю интерес к образу и вообще ну отойти от работ Брейгеля почти невозможно там вот люди в Венском музее возле его работ стояли как вкопанные их отогнать невозможно было потому что каждый кусочек этой картины был настолько красив и гармоничен особенно люди любят эти башни его да которые там несколько у него картин с этими башнями так платьица платьица вот здесь вот еще идет у нее под рукой как бы кусочек подола движение вот такое башни 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 у него их много вот я так подозреваю что это он их и придумал эти башни да то есть он соединил такое высотное здание с высотное здание с уходящими вверх заостренными пиками да ну раньше же не было там многоэтажных зданий да не было же как говорится подъемных кранов которые поднимали это все и люди по принципу египетских пирамид да строили такие высотные здания то есть ну камушки здесь конечно камушки есть а у нее идет да такой вот о ножка так хорошо есть пошли-ка мы дальше нам нужно пойти теперь я не даром про вавилонскую башню рассказала вот это первый слой да людей раз два три четыре теперь второй слой пойдем вот от этого человека который выходит тоже из таверны и вот его сейчас секундочку мне надо подточить сепийку краски холсты обязательно вы должны купить себе место на какой-то выставке или на каком-то фестивале то есть не надо эти деньги с картин тратить на там ремонт на одежду разве что на ремонт мастерской можно потратить конечно на покупку машины которая будет помогать вам перевозить картины то есть деньги с картин превращаете в картинные приспособления и к этим приспособлениям относитесь и вы сами то есть все для своего здоровья делаете покупайте еду хорошую там покупайте хороший правильный мольберт так вот там вот какая-то такая мордочка человека выскочила который тоже в этой таверне находился а вот там эта таверна немножко как это процветы там идут в досках то есть где это все происходит да это не просто на улице что-то откуда-то вывели куда-то зашли где-то сели вот это вот что не знаю Вова если мне подскажешь какие-то софиты или корзины даже не знаю но это там в таверне какие-то корзины висят если бы такое впечатление что это на черной доске какие-то надписи вот вот это вот что вот это такое 88 нет это корзины с чем-то может быть или лампы какие-то но это лампы 21 века это два светофора но это же не фары от митсубиши вот это похоже на текст а мне кажется что это просто как тебе сказать сквозь дыр сквозь доски что-то просвечивается но в хорошем разрешении найти образец посмотреть не ну как мы начинаем понимать вообще что здесь происходит только когда мы рисуем понимаете мы когда даже передавливаем мы начинаем понимать да вот они эти доски так вот доска пошла тоже вот так ну что вот человек пошел там давайте мы его вот его плечо пошло смотрите он на заднем плане вот его плечо пошло прямо это точно его рукав вот он а так как свет слева у нас вот он прям этот рукав видите добрался до локотка и видно этот рукав темный у него потому что вот кусочки его торса кусочки его торса которые подберутся к лицу девушки вернее да там еще девушка есть значит сколько здесь людей вообще раз два три четыре пять шесть семь восемь человек о вот оно и вот лицо девушки то есть здесь четыре пары раз два три четыре боже мой так а ну-ка давайте вот лицо девушки но сначала одежда для головы помните я вам говорила что эти девушки брали льняную белоснежную ткань и из нее формировали какую-то себе халабуду на голове довольно таки архитектурную халабуду вот я ее сейчас делаю так хорошо вот так вот лучше видно не размажьте то что вы уже сделали вот она халабудочка во всех работах Питера Брейгеля можно проследить во что одевались крестьяне мы с вами можем даже такой устроить как сказать показ мод от Брейгеля проследить во что одевал он своих крестьян довольно таки стильная красивая одежда простая но в то же время очень так сказать геометризированная так вот а теперь давайте лицо девушки давайте пойдем вот лоб так так надбровные дуги свет отсюда идет поэтому хорошо будет видно можем еще сильнее дать вот эту вот эту беленькую накидку на голову так от лица немножко отведем так носик 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 под небольшим наклончиком глазки там пойдут и скулочка чем славится Брейгель что он зная прекрасно строение человека брал и делал это лицо почти раскрашено декоративным ротик мы еще пока не научились так делать мешает образование и вот мы с Вовой как-то недавно поняли что художники которые не имели образования оказались самыми мудрыми кто Ван Гог не имел художественного образования Сезанн не имел художественного образования это все самые дорогие высокооплачиваемые художники мира вот поэтому давайте подумаем стоит ли вообще так засиживаться на классическом образовании мы это конечно за классическое образование но его иногда можно забывать иногда так это у нее такой как типа капюшончик лицо ничего не выражающее дальше вот здесь вот пошла у нее застежечка такая знаете как застегивали такие жакетики да и вот здесь пошло такой пошел треугольничек который обозначит заканчивание ее черного платьица вот он так вот он обозначит заканчивание ее наклона куда-то она наклонена и возможно вот да рука ее пойдет так вот здесь кто-то у нас вот кто пошел так одежда для головы мужчины не знаю пожилой он от нас отвернут задом и вот его треуголка смотрите такая которая похожа на наполеонку знаете наполеонка треуголка то есть у мужчины тоже себе там на голову одевали такие какие-то штуки которые помогали им быть незабываемыми так и сразу же вот смотрите что происходит вот такая полосочка которая прижимала эту треуголку к голове да вот она и вот пошла его голова да и посмотрите вот пошла его прическа которая соединена с шеей овалом а вот треуголка смотрите она вот аж куда зашла да она одела она одета на голову и сзади и спереди и вот его голова пошла а вот его шея пошла посмотрите какая белая белая территория кожи его так и понимаете что происходит мы превращаемся в наших учителей если мы их цитируем это называется сейчас вам скажу инициация если бы рядом со мной стояла моя учительница по восточным танцам лада так и в зеркало показывала бы показывала мне упражнения восточного танца а я бы рядом с ней стояла и повторяла за ней это бы называлась инициация то есть я бы превратилась в нее и посмотрите что я у него нашла у этого человека который задом к нам повернут я нашла среднесерединную линию позвоночника вот здесь еле еле видно а я если я сейчас это не цитировала я бы не нашла и даже я нашла у него посмотрите что капюшонную мышцу вон она вы понимаете Брейгель все знал вот он и мы естественно даже здесь видно знаете что лопатки лопатки этого человека видно вот они то есть он намекал на анатомию человека даже если этот человек одет в одежду такую знаете мешковатую крестьянскую вот как показать что это спина как показать конечно же надо среднесерединную линию позвоночника и посмотрите как он запустил линию пояса видите человек в движении линия пояса идет а мы зная что это все цилиндр да спина это цилиндр мы так и ведем свой ой 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 девушка размазываться пошла будем аккуратны ай ой 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 это мы зашлись и подразмазали немножко нашу девочку так будем аккуратны лезвие подточим сейчас давайте подточим и на усталости легко и просто закончим эту работу потому что мы уже сколько сидим наверное полтора часа да цитируем брегеля получаем массу удовольствия эх будьте аккуратны будьте внимательны чтобы не размазать рисунок идем на заканчивание нам еще надо мужчину и женщину вот они так пошли дальше кошелек мы у него нарисовали нам надо вот что нарисовать вот вставление вот он вставился да рукав вставился торс по овалу здесь видно у брегеля видно она посмотрите какая видишь я размазала девочку ну ничего я думаю что брегель меня простит что я размазала ее так ну что вот заканчиваем торс сильно уже здесь не разбеливаем а наоборот показываем что сюда уходят видите как важно двигаться слева направо чтобы рукой ничего не размазать нет интересно для сепия нет фиксаторов да нет нет ну тогда единственную в рамочку под стекло ну конечно тогда будет наверняка так вот мы спину эту смотрите процитировали а теперь а теперь давайте-ка мы вот кого рукав посмотрите рукав пойдет вот он его можно чуть-чуть посветлее сделать а книзу потемнее вот сейчас будем заканчивать сейчас я рукав а потом очень быстро надо женщину которую он обнял и куда он ее повел он ее повел пить эль как эль да называется какое-то там полупиво полубрашка полубрашка вот смотрите даже здесь на рукавничек но не на рукавничек а как это засученный рукав у него есть вот а руку-то и не видно а руку-то и не видно и давайте вот головной убор женщины проследим она ушла за косяк двери да она ушла за косяк зато у нее какой пикантный фартушек да пикантный фартушек она спиной стоит да и посмотрите он прям головой к ней обнял ее своей головой то есть вот оно переплетение которое мы хотели видеть так сейчас что-то там какие-то еще люди вот там видны сзади фантомы там видны или нет копирки у тебя на листе есть да я вижу вижу так вот головной убор ее опять же смастыренный из какой-то белоснежной льняной ткани и давайте мы этот головной убор сделаем беленьким как завершающую точку и даже вот здесь вот элементы шеи ее есть да то есть он ее обнял конечно переплелись они и вот здесь немножко его подбородок видно вот-вот-вот вот здесь немножко его волосики видно можно вот так вот знаете точечками так ох брейгель мы получаем удовольствие такое от общения с мастером а потом и сами научимся мы так переплетать так вот здесь пошла такая балка которую надо нарисовать иначе будет непонятно что это вход в таверну 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 нажимаем тихонечко. Так, ну что? И ее таз. Рисуем ее таз. Вот здесь вот тоже можно немножко, да, что у нее там шеечка видна. Так. Капюшонную я усилю, чтобы это и его блуза, вот эта большая, была таким, знаете, держателем основного света. Так. Есть. Ну-ка, локоток мне надо его. Раз он ее обнял, значит, у него рука напряжена. Так. Вот. Вот здесь локоточек мы сделаем, и тогда сразу обнимашки пойдут хорошие. Вот. Вот. И вот эту капюшонную тоже надо сильнее сделать, да. Он, видно, той рукой ее ведет за руку, а здесь он обнял ее за плечи. И оказывается, вот еще, где идет линия, это ее, это линия ее плеча. Вон она идет, да. Ой, ой, девочка моя, ой, размазалась, моя хорошая. Сейчас мы ее подправим немного, раз она такая. И вот еще ей что подправим. манишечку. Так. Где-то хочется еще дать ударчик светлый. Вот где. это одежда вот того мужчины, который выходит. Так. Вот лучше на мизинчик упирайтесь, чем на тряпочку, потому что тряпочка может быть на чистой белой, темной бумаге, а уже на нарисованном лучше мизинчиком упираться. Даже поясок здесь у этого мужчины. Вот рукав идет, рукав. Вот рукав. Давайте сделаем рукав, чтобы видно было, что он тоже вроде бы как эту девушку обнимает. Вы знаете, что у него тоже видно шапочка, треуголка. Вон она. Вот я сейчас только вот этими вот маленькими просветами замечаю, что он тоже одет в такую какую-то интересную шапочку. Фу! Так, так, так. Заканчиваем дамочку. Вот она. Чем мы ее заканчиваем? Вот ее талия. Талия и фартушек. Давайте сразу посмелее. Но мы не просто закрашиваем этот фартушек, мы понимаем, что это таз, который является шаром. Вот он шар. А сюда в теньку он пошел уже на нет, этот шар. И вот здесь заканчивается. Посмотрите, какой хороший передничек. А сзади тоже он с такой идет вот с дырочкой вот здесь. Видите, что творится у них? Какая умненькая одежда. Умная одежда Питера Брейгеля. Давай, Вовочка, мы с тобой, Вова, ты где? Запиши, проект сделаем. Изучение одежды, крестьянской одежды Питера Брейгеля. Давай. Сейчас, давайте тоже я вам кое-что подскажу. Вот если вам пришла какая-то идея, быстренько возьмите ее и запишите, иначе она убежит. Так, проект арт проект умная 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 одежда крестьянская одежда Питера Брейгеля очень умная. Мы пришли к выводу, когда мы с ней познакомились, даже вот вот эта петелька сзади фартуха у женщины о чем говорит? Что когда женщина шинкует капусту, она всегда руки вытирает от фартуха не только впереди, но и сзади вот так вот. Видите? Фартушек как расположен. Это умная одежда. Уже не говоря про головные уборы, это же вообще какие-то архитектурные строения. И потом после этой умной одежды, посмотрите, у нее фартух заворачивается прямо на попу назад, чтобы не испачкать платье. А вот здесь, как обычно, наш любимый, вернее, любимый треугольник Питера Брейгеля. И что? В складочку юбка пошла. Или платье. Складочка вот такая. О! Вот увел он ее куда-то в таверночку. А мы с вами заканчиваем нашу работу вот такой стойкой. Стойка. И вот здесь есть там, где размазали мы все-таки эту ручечку. Давайте подправим ее. И вот здесь есть слом формы. То есть здесь есть земля, на которой стоит этот домик, в который они хотят заходить и выходить оттуда. То есть мы землицу тоже давайте мы эту землицу вот она да и вот сюда вот сюда вот она пойдет эта землица обозначим. о. И вот смотрите какой у нас получился хороший рисуночек. Сейчас посмотрим, может что-то еще добавить. Мне вот здесь вот не нравится вот этот треугольник. Я сейчас его осознаю. То есть вот оно движение идет, где нам надо посмелее дать. Давайте вот манишечку ему сделаем посмелее. Так. Руку ему сделаем посмелее. И вот где у нас прерывается ход? Вот мне не нравится, что вот этот человек только голова. Ну-ка сейчас я попробую ему сделать спину. Так. Уже по брейгелевскому как бы ходу спину и вставление рукава в эту спину. Вон она. Да, вот так попробовала я. Пошли дальше. Мне не нравится вот этот вот. А, что еще? Вот это солнечный свет на здании с кирпичами. Это здание с кирпичами. Должен быть посмелее. потому что там еще один человек бежит. Вот там это какой-то человек вот там перед этим старичком. То есть это большая композиция, которую просто мы цитируем кусочками. так. Вот этот треугольник я посветлее. Что вот это у нас такое черненькое? Это его одежда или что это? Ну, вот это точно его одежда. сейчас мы вот этот треугольник поострее сделаем и мы таким образом этого старичка на переднем плане так. Девочку подправим, которую мы подразмазали немного. Зашлись от восторга и забыли о предосторожности. Так, вот этот треугольничек мне хочется сейчас секундочку. Вот что здесь произошло. Это накидка этого мужчины, вот, которая идет от рукава. Вот рукав. Давайте. Вот рукав. Обозначим. А вот эта накидка идет. Давайте. Вот она. И сзади накидки уже происходит движение света. негативные То есть это негативные пространства, то, что Вова Ильичев нам любит рассказывать. Вовочка, здесь негативные пространства, что творят, это вообще. Да. Если их освоить... Ну, расскажи про негативные. Я посрешу здесь... Негативные пространства помогают нам структурировать любую работу, будь то живописной или тем более графической. Вот. Помогают правильно пропорции соблюсти и отрабатывают навыки чувства пропорций композиционной целостности и так далее. Короче, это очень полезная штука, негативное пространство. Все понимают, что это такое. Позитивное это то, что мы видим, а, допустим, между предметами, это уже негативное пространство. Вот. Как этот черный плащ нарисовать, если его не отторочить беленькими... Вот они. Черный плащ. Вот его. Так. Ну, я думаю, что... Очень красиво. Правда? Красиво. Смотрите, взяли живописную работу брейдеревскую, процитировали ее, получили, во-первых, навыки хорошие. И на выходе получили очень классную графическую работу, которую можно и подарить, можно себе в рамку. Ну, принеси рамочку какую-то сюда. Сейчас вставим. Да, вообще. Знаешь, где рамочки Ты закончишь полностью. Чтобы уже не возвращаться. Где рамочки стоят? Сейчас покажем. Возле шкафа, слева от шкафа, там стоят, которые мы купили, рамочки с тобой на распродаже. Видите, я сейчас чуть-чуть негативных усилила, потому что нам надо, чтобы они дали переход. Какую? Черную возьмем или белую? Давай покажи, какие есть. Вот черная. Вот смотрите, вот черная есть. Там еще есть другие. Вот черная рамочка есть, есть белая, а есть серебристая. Мы сейчас примерим. Так, давайте посмотрим, что еще. Вот здесь балку надо эту продолжить. Чуть-чуть продолжить балочку и геометризацию некоторую продолжить, потому что если такую работу повесить у себя дома, о, вот Вовочка принес еще, смотрите, серебряная рамочка может быть, а может быть белая. и мы потом, когда подпишем эту работу, да, что это студия с брейглеровской картины, мы когда ее подпишем, мы спокойненько примерим ее к черной рамочке, к белой или к серебряной. Так, вот здесь вот еще такой прямоугольничек, он тоже работает. и вот мы смотрим, у нас уже отработанная есть, как скажем, брейгелевская такая, брейгелевский вкус, вот мы вошли в это состояние отработанного вкуса, и мы смотрим, где плохо, да вот где плохо, ну-ка давайте этот рукав отработаем, вот он этот рукав пойдет, посмотрите, смелее здесь, и здесь тоже пойдет такой треугольник, да, там это все на этих крестьянских одеждах, и вот куда пойдет этот треугольник второй, видите, тогда сразу же тогда сразу же этот рукав будет работать переходным, а вот здесь вот подобьем его локоток, локоток, у него же тоже напряжен этот рукав, потому что скорее всего, что он обнимает вот эту женщину, то есть сплошные обнимашки идут, мрегель, да, хорошо, смеются, все смеются, все улыбаются, так, этот мальчик, вот он, то есть, вы видите, что я в конце делаю, я немножко усиливаю белые кусочки, которые помогают соединять фигуры между собой, вот так еще можем сделать с вами, видите, оторваться невозможно, работаем, вот как можно сделать, видите, землицу немного потрогаю, плоскенько, видите, положил, есть, рубашечку эту посветлее немножко, иначе она как бы пропадает, там вот этот вот карман, давайте мы его просто вот так нарисуем линейно, и обозначим сразу, вот здесь тоже складочки, так, есть, рука, руку посмелее, да, хотим указательные немного, чтобы все-таки рука что-то делала, мы здесь не видим, что она делает, так, что мы еще можем, вот эту рубашечку можем чуть-чуть посветлить, всегда мне нравилось, знаете, что делать, графику живописным образом, или наоборот, живопись графическим образом, ну, это у старых мастеров всегда было, почему, потому что они перед тем, как написать живописную работу, делали картон, графический картон в размер картины, для того, чтобы самим себе подсказать, как там будет все происходить, да, и они графическими материалами пользуются многими, сепия, сангина, итальянский карандаш, уголь и так далее, мел, смотрим, что нам, как вам сказать, не сильно нравится, то берем и подправляем, но вообще-то работа-то уже закончена, мальчик сомнительный немного, сейчас мы его приведем в порядок, тюбетейку его сделаем более голландской, смеется, он смеется, вот что я нашла, у него здесь вот что есть, подпоясанная туника, переплетение проследили, да, давайте мы вот эту вот юпочку тоже немного сделаем, не как забор, да, а как будто она облегает попу, женщины, вот она, то есть более умный рисунок мы делаем, чтобы люди понимали, что происходит вообще, вот его шапочку тоже можем где-то показать, вот эту треуголку, что она сделана тоже из ткани такой мягенькой, почему она у нас туда ушла, так мы что-то перепутались с вами потом, ладно, пусть будет, треуголочку мы как-то должна переплести и с головой, и с пространством, и с женским платком, так, там может быть еще какой-то человек просвечивается, что-то мне кажется, что там что-то происходит, ну да, там таверна, там люди есть, там еще какое-то лицо просвечивается, похоже на инопланетянина, ну вот смотрим, все что-ли, здесь вот, смотрите, что происходит, вот коленочко, и он на ши, и вот здесь вот свет виден, как его ножка пошла, вот так, он бежит, бежит, и даже вот здесь свет есть, то есть это его нога пошла, смотрите, вон она, он бежит, вот так, и тогда, и тогда вот этот плащ развивается себе и спокойно переходит в территорию земли, вот, так, 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 немножко землицу укрепила, на что, чтобы он вставал, да, вот, он должен вставать на что-то светлое, бежать должен он, да, устойчивым образом, так, ну что, на этом, я думаю, мы сегодня и закончим, как мы подпишем эту работу, мы, конечно, не будем своей фамилией ее подписывать, а мы подпишем так, копия с рисунка Питера Брейгеля, там, эпизод такой-то, да, хорошо, вот сейчас уже видно, да, где кто, фартушик, вот здесь хорошо переплетется с этой шапочкой, девочки, и вот этот кусочек фартушка, вот здесь засляли, Вова, как ты думаешь, как мы подписываем эту работу, студия, графическая штудия, не, он свой фамилий написал, что ты сделал, что я не понимаю, штудия с рисунка Питера Брейгеля, посмотрим там в книге, как называется этот рисунок, но это живопись, да, это скорее всего, что живопись, да, это не рисунок, просто черно-белый вариант, ну да, что нам, в принципе, и нужно было, вот, и желаем вам вот так вот дружить со своими учителями, в каком бы веке они ни жили, главное, что они нам несут знания, да, и мы у них учимся всему, что нам не хватает в нашем образовании, мы все время учимся, мы никогда не перестаем учиться, если нам не хватает знаний по переплетению фигур человека между собой, значит, мы берем какого-то художника, который знает это, это был в данный момент Питер Брейгель, ну, мы саму работу сейчас с Леной закончим, сфотографируем ее, мне кажется, не надо, каждый должен свою нарисовать, каждый свою, для того, чтобы хорошо сделать мастер-класс этот, пройти, если кто-то захочет его проходить, вот, ее надо сфотографировать, и первоисточник, вот этот фрагмент я тоже закреплю в каталоге, ну, Павел обработает все это уже, и опубликует, я думаю, что вам будет это интересно, нам самим было интересно, спасибо вам за внимание, покажи ее так чуть-чуть более общим планом, ну, вот, да, ну, замечательный, очень хорошо, очень хорошо, сейчас на виду, о, покрупнее, такие вот,